Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня скайп-конференция с одним человеком. Вкратце только скажу, что Виктор Алексеевич Ефимов, кто знает такого из моих старых зрителей, ну вот, познакомил меня с этим человеком еще летом, и мы очень хорошо пообщались. У меня в Пушкинских горах сегодня речь пойдет про травы. И не просто про травы, мало ли кто собирает травы, сам сушит, что-то делает. Тут очень серьезный проект, и он далеко выходит за рамки просто каких-то трав. У нашего гостя, а сейчас мы его вам представим, у него есть свои методики, очень серьезные, интересные методики, глубокие, многосторонние, по оздоровлению организма, по очищению. Об этом он сейчас все сам расскажет. И вот пришло время, и мы можем провести вот эту вот конференцию, скажем, небольшую. Вот сейчас мы этим и займемся. Значит, зовут его Дмитрий Варфоломеев, а подробнее он сейчас сам представится. Расскажет немножко, я попрошу о себе, о своих проектах по оздоровлению. Ну, и будет такой некий диалог. Ну, в общем, уверяю, у вас будет интересно, я в этом просто уверен. Ну, и о программе своей расскажет. Так, Дмитрий, добрый день. Доброго здоровья, доброго здоровья. Ну, расскажите. Если коротко о себе, то, наверное, я всегда представляюсь так, как что я травник. В первую очередь, потому что, конечно, вся моя жизнь посвящена взаимодействию растительного мира и человеческого организма, и вообще человеческой жизни. И, наверное, главное слово в моей жизни – это природообразие. То есть, то, что мы должны соответствовать, что мы должны признать в первую очередь, что мы часть природы. Ну, и соответствовать ей, не бороться с ней, а быть с ней вместе заодно. И самое главное – понимать ее, да, и себя понимать, и природу. Вот уже больше 30 лет я занимаюсь травами. Я их сам сажаю, выращиваю. У нас есть собственные плантации по всей России, их много. И я еще по образованию методолог, и, соответственно, мне, конечно, интересно исследовать вообще структурно, системно, непосредственно сам подход к оздоровлению. Ну, поскольку я занимаюсь лекарственными травами, то, конечно, мне близко, и я уже десятилетиями занимаюсь оздоровлением, восстановлением, укреплением человеческого организма. Уже очень большое количество людей, которым мне удалось помочь с точки зрения восстановления своего здоровья и укрепления его, в том числе и профилактики. Ну, еще я многодетный отец, я всегда об этом хвастаю. Семья для меня – это очень важная часть моей жизни. Ну, а также я еще являюсь предпринимателем, то есть у меня есть там несколько проектов, которые не с точки зрения бизнеса, да, вот как много говорят сегодня о бизнесе, что это просто извлечение прибыли, да. Там для многих неважно, как зарабатывать. А для меня именно предпринимательство я это называю, то есть я создаю те проекты, которые позволяют сегодня социуму, обществу вокруг реализовывать свои истинные, настоящие цели. О этих проектах расскажу подробнее, конечно, но основные – это вот они касаются здоровья. Это мои оздоровительные программы, которые помогают людям и восстанавливать свое здоровье, и укреплять его, и, что самое главное, управлять. То есть я ставлю в первую очередь задачей именно управления своим здоровьем, потому что ситуации у нас бывают разные. Основываюсь я всегда на традиционных природных методах, но и даю себе отчет, что сегодня в нашем мире есть вызовы, уникальные вызовы, с которыми наши предки не сталкивались. И нам, конечно, преодолевать это самим, и это требует исследований, это требует научного подхода, это требует разумного поведения от каждого человека. И здесь мое образование методологическое, непосредственно сама наука методология, она, конечно, помогает разобраться, систематизировать, структурировать подход. И это показывает себя на предметных конкретных результатах. Ну, а давайте поговорим о результатах, о ваших программах и результатах с ней связанных. И вот расскажите подробнее об этом. Ну, в первую очередь, надо сказать, что для того, чтобы человек был сегодня здоров, а сегодня, к сожалению, ну и вы тоже об этом много говорите, к сожалению, здоровых людей практически нет. И есть такая шутка, в которой, конечно, только доля шутки, что здоровых людей нет, есть только недообследованные. И в этом, конечно, значительная доля правды. Сегодня таков мир, что есть проблемы у людей со здоровьем, и они возникают с глубинной точки зрения. И первая, наверное, самая основная, но я бы сказал, что вопросов к здоровью, их пять. Ну, то есть, вот я из своей практики знаю, что первая и основная задача, конечно, для любого человека, который сегодня задумался о здоровье, это решить основную проблему. Отдать себе отчет, что его здоровье исключительно в его руках. Ни в коем случае нельзя наступать вот на эти костыли, пользоваться вот этими палками поддерживающими, опираться на фарму, опираться на врачей, которые сегодня зачастую и врачами-то не являются, да, а просто менеджеры фармацевтических компаний. Но здесь речь не об этом. Очень важно отдать себе отчет, что в первую очередь необходимо взять ответственность за свое здоровье на себя. И только тогда появится шанс быть здоровым, появится шанс на полноценное осознанное долголетие, когда вы во взрелом возрасте, но при этом не являетесь абузой не для своих близких, родных, а наоборот помогаете держаться тому социуму, в котором вы живете и являетесь его опорой по-настоящему. Вторая задача, конечно, но и в данном случае вот вы конкретно ее решаете очень эффективно и я сам, ваш в каком-то смысле последователь и многое то, что у меня в программах работает, это работает исключительно с вашей подачей, это теоретическая база. Люди просто должны знать информацию. Это очень важно, когда сегодня значительная доля важнейшей информации, в том числе научной, скрывается в интересах каких-то странных бизнесменов, которые просто делают деньги ничего личного. И сегодня, конечно, важно, чтобы теоретическая часть, то есть теория должна быть для каждого человека, он должен знать просто о том, как устроено здоровье, как протекает вообще жизнь в нашем теле. И это должно быть не из учебников анатомии школьных, где все сказано странными словами неизвестными, которые надо переводить, где очень все разрозненно, где нет понимания того, как между собой взаимодействуют органы, системы нашего организма, как мы зависим от сознания нашего, как наше сознание зависит от психики, от эмоций. И вообще вот эти три основных среды, как они между собой связаны. Физическое тело, сознание и психика. Психология в переводе на русский язык означает душеведение, то есть та часть, которая является нашей душой, в науке сегодня ее называют психикой. И вот эта связь, она тоже очень важна, и здесь важно понимание того, почему стрессы запускают недуги, а недуги потом перерастают в болезни. Очень важно понимать и видеть свои поражения сознания, то есть какое-то незнание и от этого неправильное поведение в жизни. Вот эти результаты. Дальше очень важно также понимать, это вторая задача, с которой должен человек справиться, если он задумался о своем здоровье, да, и по-настоящему. Третье, это, конечно, та жизнь, в которой мы сегодня живем, к сожалению, невозможно держать свой организм в полноценной чистоте. Так или иначе, окружающая нас среда, окружающая нас жизнь, особенно для людей, которые живут в городах, это очень сильная загрязненность. Причем я говорю не только о загрязнении паразитами, о загрязнении, ну, в том числе, там, вирусы, бактерии, простейшие, грибы, кандидату, о которой вы много говорите. Не только эти загрязнения. Есть еще загрязнение сознания, да, вот неправильное видение, неправильные мысли, от них тоже надо избавляться. А есть еще и загрязнение психики, то есть неадекватные эмоции, с которыми сталкивается человек ежедневно, выходя на работу, в городе, там, в пробках и так далее. Ну, в русском языке это звучит как камень на душе, да, вот с этих камней на душе, как правило, накапливается много. И именно здесь происходит запуск основных болезней, которые потом в практике являются хроническими. И мы с ними живем десятилетиями и даже вначале даже не знаем, что мы уже серьезно больны. Например, в одной из самых эффективных сегодня систем здравоохранения, Аюрведа, да, это индийская система, она древняя. Там говорится, что заболевание проходит шесть стадий и человек узнает о том, что он болен только на четвертой стадии. То есть первые три стадии большинство людей даже не представляет себе. А это из-за того, что они не соблюдают режим дня и вообще не соответствуют природным циклам. Это что очень важно. Это то, что у них постоянный стресс, да, а соответственно загрязнение нейротоксинами, которые в результате сложных химических соединений, которые называют гормонами, тоже отравляют наш организм. И организм уже не в состоянии полноценно восполнять вот эту функцию, которая называется самоочищение организма. Она есть и до 30 лет она достаточно эффективна, как правило, работает и компенсирует все вот эти загрязнения наши. Но после 35 уже природа снимает нас с гарантии и дальше нужно за свой счет. И результатами являются, ну, если человек соответствует природе, результатами является полноценное здоровье, что, в общем-то, вы собой и являете. Это, я знаю, ваш режим дня и понимаю, насколько вы соответствуете вот этим природным циклам. Вот вчера в 3.25 утра я встал, начал работать, сегодня в 4. Ну, это так получилось. В общем, примерно так у меня и происходит. Скажите, ну, а в чем суть вот той программы, где основа травы? Расскажите о ней и что это может людям дать. И на практике уже дает, ведь вы проводите ее много лет уже подряд. Расскажите об этой системе и травах. Это программа, она называется пост, то есть традиционно. Это та традиция, которая есть, в общем-то, во всех народах. Это некая периодическая, привязанная к природным циклам программа, которую сами люди с собой проводят. Я лишь помогаю и выстраиваю ее с точки зрения современного подхода и с точки зрения того, чтобы это было удобно и комфортно. Она так и называется пост и переводится как полное очищение сознания и тела. Потому что основой все-таки является очистка организма для того, чтобы он самостоятельно запустил необходимые процессы восстановления, необходимые процессы заживления, регенерации тканей, ну и в том числе и возврат всего того, что важно для здоровья и долголетия. Значит, сама программа состоит из пяти этапов и проходит два раза в год. Хотя это я говорю про большую, глубокую программу. Хотя есть и программы, которые более маленькие для запуска. Они так и называются пост-старт, она всего десятидневная. А глубокая программа, она осенняя и весенняя, вот у нас уже на носу в ближайшие дни будет запуск осенней программы. Она состоит из пяти этапов и длится в течение сорока дней. Но абсолютно не нужно пугаться, что она такая длинная, потому что первый этап, двухнедельный, это этап осознания. Он как раз теоретический. То есть на этом этапе мы структурируем и систематизируем те знания о здоровье, которые даете вы, которые разумные, которые природные, которые традиционные. То есть знание и понимание того, как устроен наш организм в целом, его целостность. Знание и понимание того, почему возникают болезни, вследствие чего. Какие этапы, как сделать так, чтобы мы могли разузнать об этой болезни с самого начала, как только она начала формироваться в нашем организме. И что мы можем предпринять для того, чтобы восстанавливать свое здоровье, укреплять его, а потом впоследствии управлять им, конечно. Ну и здесь, вот это вот на этом этапе мы уже начинаем подготавливать себя к полноценной очистке. Начинаем пить нужные травки, которые стимулируют наше капиллярное кровоснабжение, которые стимулируют наше лимфатическое капиллярное отток, которые помогают нашей бильярдной системе. И вообще всем органам, которые являются выводящими, да, это почки, это печень, это кожа, это легкие. Вот эти органы, они являются выделительными, и нам очень важно их стимулировать, потому что впоследствии, чуть позже, на третьем этапе, мы начнем чистить свой организм уже даже на клеточном уровне. И нам понадобится активность этих органов, и мы вот на этом этапе уже начинаем попивать кое-какие травки, которые помогают нам стимулировать и запускать это более в активную фазу. После этого очень важный второй этап, это этап самодиагностики. Здесь важно, чтобы человек познакомился с собой наконец-то. У меня очень часто люди говорят о том, что проходя мою программу, а таких уже несколько тысяч человек, и они говорят, что проходя мою программу, я понимаю, что я вообще до этого не знал себя, как я устроен, и сам с собой не был знаком. Это 3-4 дня, которые позволят человеку окунуться в свой внутренний мир и пропульпировать самого себя, просмотреть, прочувствовать по предложенной схеме, уделяя должное внимание каждому органу, его представительству на теле, и понимая, что сейчас не в порядке, фиксируя это. Скажите, а что на практике это дает людям? Какие результаты видят, ощущают и очевидны? В первую очередь это, конечно, теоретически. Люди начинают понимать, как все устроено на самом деле. И самое важное, понимать это не с точки зрения знания, а понимать это с точки зрения своего внутреннего чувствования. То есть это появляется настоящий опыт, появляется настоящий навык. И вот они сами себя опробовали и зафиксировали, что у них есть здесь, 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 у них есть проявленные проблемы, которые они разузнали и почувствовали сами на себе. Это не врач им сказал, что у них такое заболевание, а они сами для себя узнали, что у них есть неполадочки в тех или иных органах, в тех или иных системах. Это проявлено непосредственно их пальцами и появлено их чувствованием. Они теперь сами лично об этом знают. И уже после этого появляется третий этап. Это этап очищения. Он самый масштабный, сильный, мощный. Он идет две недели. И здесь мы применяем пять методик. Пять. Первое это натуропатия. Это, конечно, правильное питание. Это, конечно, правильные продукты. Здесь не мне вам рассказывать. Именно у вас и надо на самом деле с этими вопросами приходить узнавать и приходить закупаться. Потому что только у вас, я знаю, это единственное, пожалуй, настолько доступное место, где можно приобрести по-настоящему полезные вещи для здоровья. И они уже опробованы. Они уже полностью себя показали. Вот натуропатия. Это первая методика. То есть это питание, это травы, это минералы, это биологически активные добавки, это вода. Ну, правильный подход вообще к воде. Потому что без воды и ни туды, и ни суды, как в том фильме. Понятно, что вода это основа. Это вторая по важности после воздуха. И здесь с водой тоже надо очень четко разбираться и понимать, насколько важно это для нас. Поясню зрителям, это очень важно. Речь про воду идёт, про физико-химические свойства воды. Те, которые можно измерить, давно измеренные, которыми вода обладает внутри наших клеток в межклеточном пространстве. Не просто так природа создала определённые свойства этой воды и микроструктуру, микрокластерность. В определённое количество молекул, они не сверхогромные, должны быть вот эти объединения, кластеры. Почему? Чтобы она была проницаемая. Это связано с таким свойством воды, как, например, коэффициент поверхностного натяжения. Ну, и много других свойств, о которых я рассказываю в своих видео. Это я просто поясню, потому что неведущий зритель, он скажет, что за ерунда, общие фразы. То есть, всё, что мы говорим, понимаете, просто это раскрыто в других видео, в тех или иных видео, это всё раскрыто. Сейчас мы не можем обо всём в одном видео сказать. Ведь задача, во-первых, это видео познакомить с новым интересным человеком, возможно, для вас. Во вторую очередь, рассказать, чем он может быть полезен для вас, для людей, кто хочет оздоровиться. Потому что системы очищения, да, их много, казалось бы, в многих системах есть общее что-то. Но, собственно, продолжим. Я бы хотел просто уточнить, что люди в плане физического здоровья меняют, вот есть какие-то случаи излечения тех или иных болезней, ощущения свежести, молодости, энергии и так далее. Вот об этом расскажите, это очень важно. Ну, здесь всё достаточно просто. Тех недугов и болезней, от которых избавились участники поста, те, которые постились, их сотни. Их сотни ровно потому, что именно сама система, она по большому счёту традиционная, позволяет вычистить организм и вернуть ему естественное природное течение, в том числе и, например, самоочищение. То есть, у организма всегда есть это. Так вот, по болезням. Начнём с простого. Ну, во-первых, люди начинают высыпаться, что очень важно, да, потому что это большая проблема. И сегодня там подавляющее большинство людей без кофе не может встать и проснуться. Это просто, а на самом-то деле это привычка, они этим кофем на самом деле себе ещё хуже делают. Это первое. Появляется нормальный сон. Второе. Люди перестают постоянно заболевать простудными вирусными заболеваниями. Ну, то есть, нагрузка, которая внутренняя, которая загрязняет наш организм, эта нагрузка, она снимается. И организм и его иммунитет начинают по-настоящему полноценно работать и взаимодействовать со всеми теми микроорганизмами, от которых нам навсегда не избавиться никогда. Мы живём в том мире, где микроорганизмы главенствуют, и в нас внутри тоже их миллионы, килограммы. Ну, не будем там детально, но тем не менее, нам нужно просто правильно устраивать свою внутреннюю среду. И здесь как раз это появляется. А это влечёт за собой повышение энергии. Это влечёт за собой правильное осознание происходящего. Ну, то есть, люди становятся максимально осознанными, в том числе и своё поведение, начинают видеть, насколько много они тратят лишнего времени в своей жизни и просто тупят, да, там, сидя в каких-то соцсетях и так далее, покупая ненужные себе вещи. Сегодня это вообще большая проблема на маркетплейсах. Люди просто покупают ради того, чтобы купить, не забирая эти, да, это тоже проблема здоровья на самом деле. Понятно, что избавляются от огромного количества аллергических болезней. Ну, то есть, аутоиммунных реакций это называется. Это кожные заболевания, псориаз, различного рода высыпания, угри и так далее. Кожа, как выделительный орган, наконец-то начинает чувствовать себя полноценно. И зачастую, когда врачи говорят, что это неизлечимые болезни, это всё уходит просто само собой, как только вы сумеете почистить полноценно. Я об этом чуть позже расскажу, как это достигается. Уходят такие, даже такие незаболевания, которые врачи иногда называют неизлечимыми. В том числе и аутоиммунные. Например, диабет второго типа. То есть, это как только вы начинаете восстанавливать митохондриальные свои свойства, как только вы начинаете восстанавливать нормальное течение жизни с точки зрения питания, а это как раз и возможно, убрав стресс, почистив своё сознание, почистив свой организм, вы начинаете по-другому совершенно смотреть на рацион питания. То есть, человек начинает осознавать, что столько много есть не нужно, что вот ту еду, которую сегодня предлагают магазины, их вообще, к ней даже подходить близко нельзя, не говоря, что о еде. Хотя, если человек не вычистился, ему, конечно, сложно это осознать и сложно избавиться от этой привычки. Ну, конечно, огромное количество различных неприятностей с повышением давления, ровно потому, что почки начинают работать полноценно и давление восстанавливается. Уходит большое количество заболеваний, которые на самом деле запускают ряд других заболеваний, заболевания билиарной системы, желчные протоки, непосредственно сама печень, желчные пузыри, они восстанавливаются. Ну, уже я не говорю о том, что мы полноценно восстанавливаем систему пищеварения, которая и является основой всех болезней. То есть, если оттуда стартует все неприятности, ровно потому, что она постоянно перегружена, постоянно перегружена. Она в течение десяток лет находится в постоянной нагрузке, и причем эта нагрузка неадекватная, потому что, ну, и еда не та, и вода не та, и постоянные стрессы, которые не позволяют ее омывать желчью и так далее. Это тоже вот, ну, все, что касается желудочно-кишечных заболеваний, вообще заболеваний желудочно-кишечного тракта. Язвы, гастриты, вообще хронические воспаления, все это уходит. Восстанавливается зрение, перестают выпадать волосы, начинают нормально, адекватно расти ногти, люди становятся, ну, просто радостными, появляется полноценный вкус к жизни, появляется яркое восприятие. И мы вот на последнем этапе, этап восстановления называется, специально используем вот эту возможность, когда человек в этом ярком состоянии, в чистом, в свежем состоянии, он обязан просто сам перед собой запланировать свою жизнь, исходя вот из этого чистого разума, ровно потому, что не так-то просто будет потом удержаться, потому что город все равно стягивает. И вот очень важно из чистого состояния себя осознать, себя запланировать, исследовать этому. И что самое важное, что большинство людей, там больше 90% по моей статистике, говорят о том, что они возьмут эту технологию, пост, с собой в жизнь навсегда. Ну, ровно потому, что, не потому, что они там ко мне будут ходить на эту программу, а потому, что теперь они поняли, насколько это важно, создавать утренние и вечерние алгоритмы, они поняли, насколько важно пить воду, они поняли, насколько важен режим и соответствие природообразию и природным циклам и так далее. Ну, и вот такие вот результаты с людьми происходят. Ну, все это, со всем этим можно ознакомиться с видеоотзывами, текстовыми отзывами, их тысячами. Ну, давайте, да расскажите про этапы очищения, так? И вот этап очищения, то есть у нас первая методика – это натуропатия, с помощью которой мы восстанавливаем и влияем на пищеварение, на вообще организм в целом. Это травы, минералы, ну, как я уже сказал. Вторая методика – это особая физическая активность. Здесь, конечно, это очень важный фактор нашей жизни для того, чтобы наша лимфатическая система полноценно работала. Здесь просто надо много двигаться. Но даже те люди, которые являются спортсменами, не уделяют достаточного внимания некоторым местам в своем организме, которые очень важны и по факту являются ключевыми. И вот здесь особая физическая активность позволяет вернуть капиллярный кровеприток и вернуть капиллярный лимфоотток, что стимулирует работы органов, что помогает им быстро восстанавливаться от тех проблем, которые там возникают. Вот эта физическая активность – это вторая методика. Третья методика – это дыхательные практики. Их немного. На программе их всего две, но как минимум человек начинает знакомиться с тем, насколько важно, насколько мощно влияет на нас дыхание. Ну, это первая задача. Мы так часто спрашиваем у людей, а что в твоей жизни самое важное? Ну, они начинают что-то думать, а на самом деле дыхание. Но мы его часто не замечаем. Если мы начинаем обращать на это внимание, то с помощью дыхательных практик, с помощью дыхательных упражнений мы очень быстро формируем нужную среду внутри организма. Вот этот самый кислотно-щелочной баланс, мы приводим его в природное состояние. А иногда даже в более щелочное, ровно для того, чтобы организм мог восстановиться и убрать всю вот эту кислоту и кислотность. Скажи, а сколько время уйдет у человека в день выполнять эту программу? И сколько по времени все эти циклы программы идут? В общей сложности программа идет, вот осенняя идет 40 дней. Ну, там 39, если быть точным. В день нужно 15 минут с утра, утренний алгоритм. Как только когда мы его запускаем, начинаем, там, конечно, человеку нужно привыкнуть, будет чуть побольше, не 15, а 20-25. Но уже там через 3-4 дня, когда он этот алгоритм выстроит, это будет занимать 10-15 минут, не больше. Потом осознанное поведение в каждом приеме пищи. Их будет 2 или 3, это тоже. Ну, то есть, понятное отсутствие перекусов. Здесь мне вашим подписчикам даже не надо об этом говорить, потому что вы об этом много говорите. Никаких перекусов, здесь очень важно. И там при каждом приеме пищи есть особый алгоритм. И где-то 20 минут вечером для того, чтобы завершить день, осознанно себе дать отчет, провести вечерний алгоритм и подготовить на завтра. Потому что нужно будет все препараты, которые человек будет использовать, он будет готовить сам из понятного материала. То есть, из трав, из минералов. Это нужно сделать самому, чтобы человек видел, как это происходит и понимал, что это не просто на заводе там из чего-то сделано, а это реальное вот это вот сырье растительное. И он сам должен приготовить. Здесь там 5-10 минут, может быть, займет. И все. И очень важно сказать, что все это происходит онлайн. И там будет у каждого, кто зайдет на программу, у каждого будет собственный помощник. То есть, этот помощник в Telegram-бот. Он будет напоминать и рассказывать, что нужно в данный конкретный момент делать. Будет даже напоминать несколько раз в день, что не забудьте выпить стакан теплой воды. Не забудьте выпить стакан теплой воды. Вот нужные моменты. И обязательно у каждого будет, конечно, личный куратор, человек, который будет в сложных ситуациях помогать, отвечать на технические, на содержательные вопросы, решать какие-то, может быть, проблемы или еще моменты. Ну, то есть, каждому человеку. И еще у меня в моей команде есть серьезные специалисты. Это натуропаты, это натурициологи, которые понимают и знают каждую ситуацию. Это врачи, это психолог. И есть даже психиатр, который помогает в случае, если вдруг какие-то сложности с психической точки зрения, то есть, не начать что-то или наоборот, какое-то состояние. Мы очень внимательно, индивидуально подходим к каждому конкретному человеку. Ну что ж, подход, да, конечно, серьезный. В целом все правильно. Я, конечно, могу с своей стороны рекомендовать эту методику как именно очищение. Тем более, что 30-40 дней, да, программ для программы и достаточно, и в то же время, значит, не так уж изнурительно. Это вот вы пояснили, это хорошо. Это важно было задать вопрос по времени, как и так далее. Так, в целом понятно. Теперь, чтобы люди могли уже ознакомиться более детально с вашей программой, мы тогда оставим ссылку прямо под этим видео. То есть, дорогие друзья, будет ссылка под этим видео. И вы прямо в самом верху записаться на эту программу или, скажем, ее изучить хотя бы просто. Нужна она вам, нет там, как вы считаете. Вы зайдете по ссылочке, и вы сможете, прочтя тексты, понять уже до конца, осознать, нужно вам это или нет, как вы считаете. Если захотите, можете пройти, подписаться. Там есть несколько вариантов. И об этом сейчас мы говорить не будем, незачем. Просто вы пройдете, если вам в целом это интересно, и все посмотрите, прочтете. Значит, теперь, если какая-то возникнет не то, что проблема, а вопросы вот в вашем мироощущении или там опасения какие-то, вы можете написать мне просто вопросы, что вас волнует или беспокоит, что не так. Ну, мало ли. И я вам отвечу. Я вот на такую, скажем, коллаборацию согласился, потому что мне, конечно, очень понравился подход, во-первых, Дмитрия к делу, во-вторых, целое лето он больше даже, практически вот до октября месяца пропадает в разных своих лесах, в разных экспедициях и в своих, вот по своим этим занятиям, практическим курсам прям с людьми там на природе. Причем я просто поясню, что у него очень много таких маленьких сборочных вот этих производств, заготовки трав по всей стране. То есть, там от Алтая, Сибири до вот нашей Псковской области, и это меня тоже порадовало, ну, такой подход к делу серьезный. Вот, к сожалению, нет возможности и по временем о истории там семьи рассказать. Ну, вот у него, например, один старший сын, он прямо вот сейчас тоже занимается этим делом. Значит, это очень хорошо, это просто прекрасно. Вот, поэтому, если вас заинтересовало вообще, как бы сказать, принцип даже заинтересовал, вы хотите очистить организм от, так скажем, ненужных метаболитов, ну, даже дать организму шанс усилить эти свои природные способности, свойства, то я советую, заходите хотя бы изучите, что это за методика, из чего состоит, все нюансы, какие травы, почему, что, зачем, непонятно, что-то задавайте, пишите прямо под этим видео вопросы. Я направлю, обещаю Дмитрию, и он или его помощники ответят, или он лично даже. Ну, а, значит, устраивает все, понимаете, вопросов нет, можете пройти методику именно как очистительную программу, как минимум, это будет очень хорошо, это я вам точно скажу. Кто-то спросит, ну, хорошо, а как же вот антипаразитарная программа ваша? Да, это нет ничего в плане антипаразитарного, сильнее программы, где именно вещество хиномоноза, которое добывается из грибов-лисичек, потому что это сильнее любых трав, потому что воздействует даже на яйца паразитов, на что травы, в общем-то, не воздействуют, поскольку они очень защищены своими водонепроницаемыми оболочками, а травы, их экстракты, эфиры проникают все-таки через водную среду. Вот, это там есть свои нюансы. Как докмеры, травы любые хороши в плане программы антипаразитарной. А вот все остальное, именно главное, еще раз подчеркну, задача, это, ну, грубое слово, избитое, я бы сказал, очищение организма. Кто-то даже из врачей скажет, что этого не бывает, там, оно начинает философствовать. И речь понятно про что, что организм – самоочищающаяся система. Но факторов, которые воздействуют на нас с вами сейчас вредных, так много. И они круглосуточные почти, что у организма, у иммунной системы просто, ну, не хватает ресурсов, он не вечный. И поэтому вот помочь ему в этом плане можно и нужно. И это правильно. В наши дни, вот как без витаминов, минералов, потому что почвы бедны, и продукты бедны ими, не обойтись, чтобы быть здоровым человеком. Так и, к сожалению, может быть, ну, потому что потери какого-то, но времени. Ну, а что делать, если хотите быть здоровыми людьми? То вот без системы и программы очищения организма тоже не обойтись в наши дни. Не обойтись. Ну, захотите принять эту программу, все уже на этом завершаем. Просто перейдите под видео, прочтите, посчитайте нужным. Соответственно, можете приобрести курс, да, но вот и заниматься, и заниматься. Но дело в том, что вот осталось от момента записи, а сегодня у нас, господи, у меня уже дни первые, какой, 11 октября, буквально несколько дней осталось до программы. Но большинство из вас, конечно, посмотрят это видео, когда уже пройдет и октябрь 24-го года, будет 25-й год. Два раза в год вот большие системы, такие вот работы с людьми, Дмитрий проводит весной и осенью. И это правильно, ну, в плане вот времени года. Поэтому вы можете записаться, всегда перейдя по ссылке, которую увидите под этим видео. И в зависимости от времени и даты просмотра, вами этого видео на ближайшие мероприятия, курсы, если захотите записаться, сможете. Ну, а если какие-то вопросы, еще раз пишите под это видео. Ну, наверное, на этом пока все. Ну, а если у людей накопится вопрос, что будет интересно сделать видео отдельное, ну, может быть, просто мы тогда, да, соберемся еще раз и сделаем. Причем, а, я еще что важное скажу. Да, дорогие друзья, поскольку я сам, хоть я говорю, сколько мы занимаемся Иван-чаем, и у меня мои коллеги, партнеры, они, есть люди, которые вообще всю жизнь посвятили, уже 30 лет, но я честно скажу, вот, понимаете, у всех ферментации разные, и от этого и вкус разный, почвы, на которых выращены, состав минеральный, от этого вкус чая разный, и от фермента, от многих причин. Очень мне понравился чай, вот Иван-чай, разный Иван-чай, Дмитрия. И в этой связи, вы знаете, я даже заведу у себя в ассортименте, в нашем интернет-магазине nadgar.ru определенные, даже потом и травяные будут сборы, но пока вот чай, Иван-чай, и вы сможете приобрести, то есть, те, кто у нас тут покупают продукты, заодно и приобрести, попробовать, ощутить, вот его Иван-чаи, потом другие травы еще и сборы. Поэтому вот у нас такое вот сотрудничество, и почему бы я подумал не рассказать о нем, а потом мы просто встретимся и уже подробнее поговорим про вот эти Иван-чай, вообще про травы, вот то сегодня мы затронули совсем по верхам, а потом он расскажет, где у него эти находятся вот эти хозяйства сборочные, а как происходит сбор тех или иных трав, чтобы вы поняли, какой подход серьезный, почему мы вот и начали сотрудничать, потому что подход такой же, как у меня, такой перфекционистский, серьезный, научный, такой вот, знаете, прошел через много трудностей, чтобы прийти к этому, чтобы качественное сырье, чтобы не зависело от человеческого фактора, и это вот сложно все очень организовать. Но дело важное, и я его поддерживаю. Поэтому видео записал, и будет другое, как минимум видео о травах. Вот Иван-чай, давайте об этом договоримся, да, пообещаем зрителям. И в какое-то ближайшее время, вот как вы разберетесь со своим сырьем, потому что мне Дмитрий сказал, что у него сейчас сырье там, значит, с ним манипуляции проходят определенные, а как это будет готово, ну, где-то к концу октября примерно, то вот тогда мы, наверное, ждите от нас видео прям подробное по травам. Вот это будет прям очень интересно, эта встреча. Давайте договоримся, причем встретимся и запишем. Это мы в новой уже своей студии, в качественной, профессиональной в Пскове. И вот оттуда увидите вы, дорогие друзья, эту, так сказать, трансляцию, эту запись точнее. Ну что, Дмитрий, благодарю вас за эту встречу. Это взаимно, это взаимно. Да, и тогда давайте до новых встреч, будем ждать письма людей, записи и, конечно, вопросы, да? Да, будем отвечать в комментариях. Будьте здоровы, пусть природа будет вам в помощь. Благодарю вас, благодарю. Да, до свидания. До свидания, дорогие товарищи.